дорогие друзья добрый вечер эта программа добрый вечер гомель как всегда хорошая компания интересная беседа с нами как говорится скучно не будет ну а открывает наш добрый вечер который сегодня в четверг 24 мая подводит такой вот финал сегодняшнего насыщенного жаркого дня артист которого лично я в эту студию ждал давным-давно и так с ним познакомимся чуть ближе но попозже а так ваши аплодисменты сегодня нашу программу открывает кат встречайте его а а и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 понимаю что ну наверное не побоюсь этого слова гламурная жизнь в звездные тусовки за кулисе все это хорошо как часто тебя можно увидеть в походах ну вы знаете как бы по моей специфике как бы параллельно от музыки я в походах можно сказать было раза два в год это точно ну так как я сейчас военнослужащий поэтому да ладно в жизни у него раза в год человек исполняющий такие песни которые одевается вот в такой вот не пьющий не курить абсолютно ведущий здоровый образ жизни ну как бы в сфере туризма я уверен что это очень даже поддерживается и военнослужащий как так получилось в тебе живут два человека ну в принципе да как бы поступил военную академию пошел отрабатывать войска вот и как бы потянуло к творчеству ну и параллельно когда у меня есть свободное время я стараюсь этим заниматься мы обязательно еще услышим пару композиций в твоем исполнении сегодня но приготовься поговорить с нами на тему того что необходимо для того чтобы собраться в поход какие по год походы сегодня актуальны и ну в общем на тему походов мы сегодня друзья будем рассуждать вы тоже присоединяйтесь к нашему разговору мы работаем в прямом эфире наши телефоны как всегда на ваших экранах и не забывайте что к общению с вами готов наш вайбер поэтому присылайте ваше сообщение комментарии все увидите внизу вот здесь бегущей строчкой на ваших экранах ну мы начинаем прямой эфир на телеканале беларусь 4 продолжается это программа добрый вечер гомель собираемся мы сегодня этим вечером в поход потому что до лета остается ну чуть меньше недели уже нужно как-то определяться в какой поход мы пойдем когда пойдем что будем собирать чем должен быть упакован рюкзак какие самые необходимые вещи должны быть у человека с собой во время похода ну и вообще какие разновидности походов на сегодняшний день бывают ну и вы знаете затронем еще один немаловажный момент бывает так что в поход очень хочется но и за работы или из-за каких-то других независимых от вас обстоятельств поход пойти далеко не представляется возможным на такие случаи тоже есть очень удачные варианты об этом обо всем поговорим в ближайшие чуть меньше чем час ну а пока что друзья я бы также хотел вас подключить к нашим к нашей программе к нашим рассуждениям и вопрос у меня есть для вас победитель получит вот этот вот прекрасный пригласительный билет которым можно тоже завершить небольшое путешествие это пригласительный билет в музей истории города гомеля посмотреть выставки и экспозиции но больше он известен как охотничий домик ну а честно скажу отрывает сердце вопрос у нас такой то о чем сейчас я буду рассказывать многие думают что это было изобретено недавно но на самом деле их придумали еще в каменном веке пользуемся мы этими предметами этими приспособлениями до сих пор и премного благодарны нашим первобытным предкам небольшая подсказка они бывают штурмовые экспедиционные трекинговые ну и всякие другие о чем же идет речь звоните к нам студию предлагайте ваши варианты ответов ну и автор правильного ответа получит вот этот пригласительный билет на двоих в музей истории города гомеля но о том как подготовиться к походу и что необходимо с собой взять в первую очередь расскажут наши гости давайте встречать их аплодисментами председатель гомельского областного отделения республиканский туристко-спортивный союз игорь викторович галушка сегодня у нас гостях здравствуйте инструктор клуба путешествий гомельского отделения белорусское географическое общество алина королева привет председатель гомельского отделения ахова птушек батьков шинак также эколог и путешественник роман хлебен здравствуйте всем ребят не виделись вот посмотрел по нашим архивом не виделись мы с вами ну вот без малого год даже чуть больше чем года один день больше буквально в прошлом году 23 мая у нас с вами была такая же встреча ну вот опять до лета остается совершенно ничего какие варианты походов сегодня можно рассматривать романа давай начнем с тебя самые различные то есть можно путешествовать по воде можно путешествовать по суше можно отправиться в научную экспедицию или поехать куда-то волонтером можно остаться в городе совершить небольшой поход вот в музей в охотничий домик ну это просто так и не отдам это отдам только тому кто правильно ответит на вопрос который я сегодня вот буквально за четверть часа до эфира придумал ну как взялось некоторые факты они реальные факты и придумал алина ну вот скажи уже со своими со своей командой успела побывать в этом году где-то в походе или вот на все на стадии подготовки ну в этом году да успела пещера гинькова витебской области поход самую глубокую пещеру беларусь состоялся вот ну а так конечно это будущее это лето например это браславские озера например это черногория например это республика карелия все ожидаем все будет но браславские озера ладно это наша страна это да скажем так не совсем далеко но и не близко но карелия к сколько же вы туда добирались ну в принципе немного дня два где-то это не очень много по сравнению смотря на чем добираться на чем как долго останавливаться по пути в разных интересных местах счастье счастье ко секунду эту мысль запомнил игорь викторович но если вот я помню по прошлым нашим встречам вы всегда приносили с собой либо весло либо еще что-то водное и вот всегда у нас была с вами беседа по водной части ну в общем то я действительно больше занимаюсь водным туризмом хотя другие виды туризма мне тоже не чужды ходил я и в лыжные походы и в горные и в пешие но в основном да вот вода в этот раз устал ничего не смог принести даже не об этом сейчас и речь вот хотелось бы сразу как с какого-то совета в какое путешествие в какой поход лучше всего вот отправиться в начале лета те кто вот уже планирует но никак не еще не определился можно пойти в самый простой водный поход это сплав по и пути от добруша до гомеля два выходных расстояние небольшое около 30 километров возвращаются люди у город гомель где-то к 5 6 вечера есть время помыться привести себя в порядок и подготовиться к трудовой неделе самый простой и удобный вариант это что касается водных походов рома вот мы остановились на том что смотря чем добираться а вот вообще если рассмотреть классические туристические походы чем обычно добираются ну обычно способ добирания наверно все таки определяет кошелек вот ну на данный момент на раз таки самым бюджетным вариантом путешествовать является железнодорожный транспорт то есть большинство походов вот нашего клуба мы совершаем именно добираемся до места начала активной части путешествия железнодорожным транспортом ну хотя с другой стороны если отправляться куда-то подальше то тратить два-три дня на дорогу по целая неделя отпуска это непозволительно роскошь поэтому как бы самолеты тоже никто не отменял ну да действительно давайте послушаем телефон и звонок у нас есть алло здравствуйте алло здравствуйте давайте с вами знакомиться как вас зовут федоров павел петрович мне 60 лет и не хотелось подождите позвольте мне задать вам вопрос а вы уже решили в какой походы этим летом отправитесь и вообще часто ли вы ходите в походы ну конечно еще с молодости как как говорят застойные времена мы всегда любили с палатками выезжать на природу все вот и сейчас конечно хочется съездить выехать на природу чтобы знать где как и что как себя вести чтобы 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 ну чтобы не было никаких потом ни нареканий ничего и самое что вот водные какие есть такие вот туристические маршруты какие у нас как вот так вот мне вот говорили знакомые что вот михайловское озеро сейчас вот начинает вводиться в эксплуатацию там и домики и рыбалка и ну очень чистое место такое и как вот ваши рекомендации тем более это недалеко от гомеля и уже вот как это мы не пионеры такие по 20 лет вот как нам легче будет туда приехать и вроде бы их и хочется расскажите как что где рекомендации какие спасибо большое подождите ну а на вопрос вы не хотите ответить говорите ну вот у нас сегодня вопрос эфира и на кону у нас пригласительный билет на двоих картин в охотничий домик музей истории города гомеля тоже можно совершить согласитесь по небольшое увлекательное путешествие но вопрос у меня а вот какой вот то о чем я сейчас буду рассказывать все думают что их изобрели недавно но на самом деле их придумали еще в каменном веке пользуемся мы ими сегодня вот о чем же идет речь как вы думаете могу дать небольшую подсказку они бывают штурмовые как говорится тем же топором пользуемся и тех времен эх пока что билет остается у меня не топор это не топор в любом случае эти аплодисменты вам спасибо вам за звонок оставайтесь вместе с нами ну и конечно же звоните к нам в эфир кому-то сегодня все-таки должен достаться этот пригласительный билет вот вопрос казалось бы простой но все-таки вот на ребят на ваш взгляд а для чего люди ходят по ходу алина хорошо провести время с друзьями безусловно хорошей компании отдохнуть от рабочих будней и правильно провести отпуск безусловно ром как ты думаешь на твой взгляд увидеть новые места поближе пообщаться с природой ну и наверное немножко хопануть адреналина потому что некоторые маршруты походов все-таки подразумевают какой-то уровень сложности опасности этого да 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 давайте наверно ответим на вопрос нашего телезрителя вы что вы порекомендуете не не пионеры все-таки но все-таки хочется куда-то ну как я понимаю здесь вот речь идет он про миха михайловское водохранилище мелоду там сейчас построен туркомплекс насколько я знаю и ну это тоже такой вариант для кто-то предпочитает палатку кто-то предпочитает останавливаться на каких-то стационарных турбазах вот помимо михайловского водохранилища я бы порекомендовал если вот зритель предпочитает именно такой образ жизни чтобы был какой-то быт уют домик есть отличные туристские комплексы у нас на днепре деревне суткова также озеро белое там тоже несколько турбаз находится очень красивые места у нас тоже в гомельской области недалеко можно приехать тоже заняться рыбалкой с горволем до березина с горволем то есть это вот только мы назвали только то что у нас здесь рядышком в гомельской области мы уже молчим про нары в грезинский заповедник прославский озеро благодаря алине уже добрались до карелии так что я так понимаю что если рассмотреть нет не только беларусь но даже в частности гомельскую область можно найти очень множество интересных маршрутов денис вот для тебя успех ну скажем даже не успех а чтобы поход состоялся давай даже не будем брать то что ты два раза в год от работы ходишь в походы вот например собрались друзьями скажем так слагаемые успеха что необходимо какие элементы должны быть собой чтобы поход состоял средства от комаров рак гитара ну какой-нибудь музыкальный инструмент гитара да ну в принципе хорошая хорошая компания все mp3 player колонка какая-нибудь зачем гитара ну чтобы как бы в живую поиграть музыка стра там попеть песни скажи играешь сам или кто-то эту роль выполняет есть люди которые играют а я стараюсь исполнять петь то есть средства от комаров гитара и ну хорошая компания и хорошая компания то есть спать можно под открытым воздухом палатка есть я спал под открытым поэтому можно и проверено на себе как говорится отлично давайте послушаем у нас есть еще один телефонный звонок алло здравствуйте здравствуйте смелее вы в прямом эфире алло здравствуйте екатерина здравствуйте екатерина очень приятно откуда вы к нам дозвонились из гомеля великолепно как там тучи еще не захватили наш город что там видно в окошко вроде бы нету но наверное скоро пойдет дождь ну давайте без дождя все-таки синоптики обещали что дождя не будет ну в поход собрались уже этим летом придумали куда пойдете придумали что пойдем на эти выходные но как-то погода пока не радует поэтому ждем хорошую погоду но все-таки я думаю что о погоде и походах мы поговорим немножко отдельно я так понимаю что вы у меня собираетесь забрать вот этот вот пригласительный да да очень бы хотелось попробовать и вопрос повторить если можно итак то о чем я рассказываю все думают что их изобрели недавно на самом деле их придумали еще в каменном веке пользуемся мы ими и сегодня о чем же идет речь может быть эта палатка палатка а где ваши аплодисменты конечно это палатка как догадались не знаю как-то поход и все навеяло на палатку отлично ну конечно этот пригласительный достается вам правильный ответ палатка так что изобрели их не то что там где-то сотню лет назад а изобрели еще наши предки вот этим изобретением и пользуемся до сих пор давайте еще раз поаплодируем нашей передритицы оставьте ваш номер телефона за рамками эфира у нашего редактора на телефоне и вам расскажут где и как вы заберете этот наш приз вот заговор заговорили мы ребята о погоде скажите а ну вот отправляете отправляется группа туристов по ходу тут раз как говорится нелетная погода что делать отменять походы ли для туриста это не помеха не грех есть такая поговорка что нету плохой погоды есть плохое снаряжение нужно просто слушать прогнозы смотреть их на соответствующих ресурсах в интернете или на телевидении и готовиться к предполагаемой погоде на самом деле все очень просто очень часто бывает вот горы две долины в одной долине светит солнце другой идет дождь то есть переходишь через перевалы и ты был осень 8 оказался весне алина вопрос у меня к тебе такой вот такой образ стереотип сложился что турист это обязательно мужская компания ну вот мы с тобой уже знакомы больше года неоднократно встречались и в этой студии где-то за рамками студийного павильона ты увлечу очень увлечена всем туристическим движением как тебя девочку занесло в туризм ведь там же по лесу по горам по долинам не походишь ни в каблуках не в вечерних платьях не ну все относительно хочу сказать вот прошлым летом были в походе на полярном урале и там был чудный город салихард вот и я там специально взяла платьице вот ходила в нем по городу и ничего не смущало 10 дней она его прятала потом на один день надеть в столице ямала-ненецко автономного округа в городе салихарде да и причем что погода была нелетная был очень сильный смог потому что воздух такой был очень много ветер и болото горели поэтому ну не сопутствовало все платье но решила что нужно надеть и салихарде алина в платье да поэтому ну конечно хочу сказать что девушек много в разных туристических группах да и без них никуда мне так кажется почему потому что это и уют эта атмосфера безусловно мне кажется если 10 мужчин будет там например в одном походе просто скучно станет вот они переругаются все и им будет очень скучно да ладно мужская компания переругаться между собой по моему никогда не может может там удочку поделили котел не поделили еще что-то не поделили не поделили кто будет еду готовить по ходе процесс приготовления еды для меня например это всегда остается знаете такой-то небольшой тайной денис походе какая для тебя самая главная еда самая главная еда какая еда самое главное для тебя походе какие-нибудь консервы там не знаю гречка с тушеночкой тоже заходит нормально под кастерок то ребят у опытных туристов у туристов со стажем у туристов профессионалов какие есть фирменные рецепты секреты что чем питаться в походе ну как таковых секретов нету на самом деле правильно было сказано то есть если это какой-то поход дальний то это тушенка крупы вот опять же по сезону желательно уже где-нибудь у местного населения прикупить что-нибудь чтобы уже было порезать салатик вот когда походы подразумевает высокую степень автономности сложность тогда немножко приходится думать о весе того что ты несешь и тогда уже где-то может быть тяжелые консервы меняются всякими сублимированными продуктами которые вот специальным образом высушиваются удаляется из них влага то есть ну зато потом в походе достал бросил кипяточек и снова из такой корочки стала курочка то есть все проверено опытным путем на себе и все живы здоровы вопрос я думаю который тоже интересует многих зрителей особенно родителей маленьких детей с какого же возраста можно отправляться с детьми поход если какие-то ограничения советы и рекомендации на эту тему ну у нас есть знакомые товарищи туристы которые с полугодовалыми детьми ходили в поход и конечно не несут за них ответственность но обычно это возраст например 10-12 лет в течение которого ребенок заинтересовывается походом и он может в дальнейшем уже продвигаться как-то участвовать соревнованиях например ходить на длительные походы то есть ну примерно в этом возрасте уже интересно становится ребенку меня очень интересует что находится в этих свертках которые вы принесли с собой но я наверное поберегу эту интригу сейчас уйдем на небольшую рекламную паузу после чего продолжим рассказ о том где же лучше всего отдохнуть даже не где лучше отдохнуть а как организовать туристический поход и за пределами города и за пределами нашей области ну а также как организовать интересные мероприятия если у вас нет возможности выехать за город также поговорим о мерах безопасности и о том что же у наших сегодняшних гостей находится вот в этих вот свертках которые есть нас в студии не переключайтесь скоро встретимся а а а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 до самого дна. Можешь ли мне назвать и сказать самый главный элемент, который должен быть в рюкзаке, в рюкзаке, независимо от того, турист ты или туристка? Ну, я, наверное, его достану, продемонстрирую. Интрига, интрига, тарарарарарарарам. Да ладно! Любовь приходит и уходит. Да ладно! Потому что хочется всегда. Можно приезжать. Настоящий туристский котелок. Без котелка никуда. Ни чай сделать, ни кашу сварить. Он еще вот... Да, с пылу с жару. То есть мыть его не надо, я так понимаю. Ну, а смысл? Как говорится... Да, это бесполезная затея его мыть. Я хотел сказать, что это сажа священно просто. Да, и мы и поклоняемся. Отлично! То есть сколько ему лет? Сколько он с тобой уже? Ну, наверное, лет пять, скорее всего. Слушайте, если вот понюхать теперь руку и закрыть глаза, такое ощущение, что ты попал в реальный поход. Да, вечерело. Вот и время, ну, там, каши из консервов или еще чего-нибудь. Спасибо большое за то, что поделилась опытом и принесла эту замечательную штуку, штуку с историей с собой к нам в студию. Большой историей, да. Есть еще у нас сверток поменьше. Это что? Это спальный мешок. Я так понимаю, после котелка по важности это второй предмет, без которого в поход лучше не выходить. Да, если, наверное, не первый, потому что спать, даже если в плюс 10, может быть холодновато. Вот. И, конечно же, спальный мешок в любом случае поможет согреться холодной ночью. Вот. Поэтому без него никуда. Вот я вот даже, может, разверну немножко. Достать его? Конечно, давай, если хочешь, я тебе помогу. Давай. А, ну, вот с палатками мы уже разобрались, и даже пригласительный билет на этот счет разыграли, бывают разные. Да, давай. Давай, вот так, держи. Спальные мешки тоже как-то подразделяются, там, одноместные, двухместные, ну, я не знаю, как там. Тяни, тяни, опа. Ну, спальные мешки в основном вот такого плана, то есть чтобы полностью влез человек, хорошо укрылся, ну, независимо от комплекса. Это мой личный спальный мешок. Я в нем хожу абсолютно во все походы, которые предполагают ночевку. А где же стразы? А где же розовенькое что-нибудь? Нет, ничего розовенького. Вот он такой массивный, объемный, и в нем, конечно, не холодно. Вот. Поэтому, ну, спальники только отличаются, конечно, уровнем тепла, скажем так. Это очень теплый спальник, минус пять, он выдержит. Вот. Есть спальники потоньше, ноль плюс десять, можно спать. Еще материалом отличается. Да, материал в первую очередь. Поэтому это такой на все случаи жизни. Отлично. Я, наверное, неправильно его уже заведомо сворачиваю. Правильно, правильно. Только к себе прижимать. К себе еще прижимать, да. Не ожидал. Роман, вот знаешь, что мне, вот на какие мысли навеял спальник, и вообще вот если установить палатку. Ну, лес, это же все-таки дикая природа, дикое пространство. Ну, ты понимаешь, о чем я хочу сказать. Где-то там заползет уж, где-то чего пострашнее. Это у человека какая-то вот такая вот священный страх, наверное, перед лесом есть. На самом деле в лесу не опаснее, чем в городе, и, наверное, шансов как-то себя повредить в городе может быть даже гораздо больше, чем в лесу. И все-таки, о чем не стоит забывать, выходя в поход, в лес, какие-то элементарные правила безопасности, в конце концов, элементарную аптечку нужно взять с собой. Какие можно дать советы? Ну, опять же, это зависит от маршрута похода, от места похода. А аптечка обычно рекомендуется, но, опять же, если мы идем просто в лес погулять, то достаточно взять те медикаменты, которые можно оказать себе первую помощь. То есть те лекарства только знаешь. Если мы отправляемся в какое-то дальнее путешествие, где, возможно, в случае, что помощи ждать случится, может быть, и день, и два, тогда, конечно, объем аптечки будет гораздо больше. Ну, так вообще есть стандартный набор препаратов, лекарств, которые можно использовать. Я думаю, можно ориентироваться на состав универсальной аптечки, которая вот комплектуется автомобилем, можно купить их в любой аптеке. То есть там будут, ну, всегда будут какие-то вещи кровоостанавливающие, перевязочные материалы, будут антисептики. Йод, зеленка, перекись водорода. Ну, зеленка, перекись водорода, сейчас вот йод не ложат в аптечке. Вот. Потом средства от отравлений. Обязательно необходимо с собой брать обезболивающее. Потом обязательно брать что-то против аллергии, потому что никогда не знаешь, что там в лесу такое окажется рядом. Может, никогда аллергии у тебя ни на что не было, а вдруг ты там столкнешься с аллергеном. Вот. Ну, в этом году очень активно у нас, и с каждым годом их все больше, активизируясь клещи. Вот на это внимание. Особое внимание в этом году надо обращать на клещи. Ну, судя по репеллентам, по различным спреям от клещей сейчас достаточно большой ассортимент. Ну, ассортимент большой, но все равно нужно смотреть, одеваться соответствующе так, чтобы клещ не заполз под одежду. Желательно, особенно если поход проходит в тех местах, где клещи есть, периодически осматривать себя, одежду и по возвращению из похода. И все-таки, клещи клещами, но все-таки я хочу завершить и, ну, как минимум успокоить себя и многих наших зрителей. От возможности заползания в палатку и, не дай бог, конечно, в спальный мешок, гадюки или... Ну, гадюка в палатку не поползет, и там неинтересно. Точно? Вот. Тут, скорее, может быть, другой вариант, когда... Дикий зверь. Гадюка, она сама, человек это боится больше, чем человек гадюки на самом-то деле. Смотреть, прежде чем ложиться в свой любимый спальник. Игорь Викторович, что можете посоветовать в таких ситуациях? В таких ситуациях, если куда-то уходите и оставляете палатку на несколько дней в одиночестве, закрывайте ее. Все просто. В закрытую палатку никакая гадюка никогда не заползет. Да и вообще про такие случаи еще ни разу не слышал. Ну и слава богу. Давайте счастливым случаем мы поаплодируем. Друзья, как я и говорил, бывает так, что хочется в поход, но возможности куда-то далеко выехать нет. И на такие случаи тоже у нас предусмотрены варианты. А сегодня у нас в гостях замечательные люди. Александр Соловьева, организатор клуба позитивных путешествий. Саша, здравствуй. Здравствуйте. И Дмитрий Поличук, турист, альпинист, скалолаз. Именно так он попросил себя представить. Привет. Ребят, ну давайте, что же можно устроить с такого интересного туристического в городской черте? В городской черте можно устроить соревнования по ориентированию. В городской черте можно посетить веревочный парк. В городской черте можно даже сходить в небольшой походе. Кстати, наши гомельские туристы достаточно часто там собираются на крыничке. Это в городской черте практически. И там жгут косты, общаются. Вот, в общем-то, интересно, весело проводят время. Это маленький поход однодневный, дневной, можно даже сказать. С утра начинается и к вечеру заканчивается. Да, да, да. Как договорят. Ну да, он заканчивается в обед. Ну, тут уже по настроению и по возможности. Буквально вчера в нашем городе состоялось великолепное мероприятие спортивно-увеселительного туристического характера «Ориент-шоу». Да, «Ориент-шоу». Расскажи, что это за мероприятие, сколько народ собралось и в чем, где ориентировались. Откуда выбирались или куда доходили. Ориентировались в парке фестивальном, недалеко от веревочного парка «Грин Адреналин». Устраивал ориентирование Центр туризма Андрей Марченко, такой спортивный спортсмен-ориентировщик в нашем городе. Собрал детей в честь дня ориентирования и, в общем-то, провел «Ориент-шоу». Это очень увлекательное занятие. Они бегали по лабиринту, небольшим периметром лабиринт. И вот, в общем-то, они там бегали от точки к точке, должны были пройти вот этот лабиринт. Очень интересно. Собралось много людей, собралось много спортсменов, которые у него занимаются, и много проходящих людей, тоже каждый мог поучаствовать. И от самых маленьких, даже я видел бабушек, там даже бабушки. Самые маленькие, это сколько? Мне кажется, там лет 5-6, вот прям мама его за руку водила, показывала, вот смотри, вот нам туда, и они вот, значит, по карте от дерева двигались. Что получил победитель, если не секрет? Возможность пройти по веревочному парку, дипломы, я знаю, Андрей вручал, и вот что-то еще, честно говоря, я там уже... Дим, ну вот смотри, вот все, что ты рассказал, пройти какие-то соревнования, какие-то эстафеты. Вот мне это напомнило, когда на уроках физкультуры мы это делали в обязательном порядке. Здесь же, я так понимаю, совершенно другая атмосфера и совершенно другой подход. Та же физкультура, но уже с гораздо большим азартом. Ну, во-первых, когда заставляют, нет особого интереса, а когда интересно, хочется себя заставить. И люди, да, людям было очень интересно, был азарт, адреналин, слезы, смех, ну, в общем, много, были эмоции. Вернемся, вот ты упомянул о том, что даже в городской черте можно отправиться в поход. А ведь действительно, если серьезно задуматься над этим вопросом, вот мало кто даже знает какие-то туристические места по своему городу. За этот день что можно посмотреть, что можно увидеть и о чем узнать о городе того, что еще не знаешь? За один день? Да, ну вот я имею в виду тот маршрут, про который мы буквально минут пять назад говорили, который идет к Крыничке. А, ну, в общем-то, там партизанская Крыничка когда-то в военное время, там партизаны брали воду, и вот туда собираются туристы, там все облагоустроено, есть памятник, есть лавочки, в общем-то, ну, и есть куча туристов зачастую, они там как раз таки сидят. Можно туда прогуляться, это, по-моему, шесть-семь километров буквально от черты города Гомена. Скажи, а вот эти вот маршруты, они как-то организованно делаются, или просто туда идут те, кто... Очень многие наши гомельские туристы в своих клубах, в своих группах ВКонтакте, в Одноклассниках, везде, объявляют о том, что они туда собираются. Я знаю, вот Вилла Гомель частенько пишет у себя на стене, что вот мы собираемся, вот, водные туристы. Очень многие, на самом деле, если есть интерес к походам, то найти себе группу по увлечению, по интересу, довольно несложно. И все люди, которые в ней, все туристы, они достаточно отзывчивые, они очень благодушные, всегда готовы пойти на встречу и познакомиться. Поэтому смело обращайтесь к ним, вот, я думаю, что вас будут рады видеть. Великолепная информация, я думаю, что многие приняли к сведению и, ну, поставили галочку напротив этого пункта. Саш, ну, я думаю, что никто не откажется путешествовать, ну, скажем так, дешево и весело. Расскажи, какие здесь могут быть секреты и вообще клуб позитивных путешествий, это о чем, это как, кто у вас собирается и каким позитивом наполняете свои путешествия? Кто у нас собирается? У нас собираются люди, которым, в принципе, интересно путешествия. Мы, ну, я, мы, зовем кого-нибудь, кто же, например, был, у нас и последняя была встреча про Индию, девушка была в Индии, рассказывала, как туда дешевле доехать, где там дешево жить, где недешево жить, куда ходить, куда не ходить. И вот приходят люди, которые, ну, может быть, не собираются в Индию, может, они еще собираются, но они еще не знают об этом, что они туда собираются. Ну, вот они пришли, послушали и собрались. Слушай, как мне понравилось, они собираются, но они, может быть, еще не знают, что они собираются, вот это вообще хорошо. Ну, они, ну, не обязательно про Индию, но они придут там, вот, про что у нас было такое интересное, про Китай у нас было очень интересно, мне понравилось. И все такие, ну, вроде не собирались, а потом такие, ух ты, может быть, нам съездить в Китай, так послушали, вдохновились. Ну, я не знаю, поехали или нет, но вдохновились. Скажи, а с какими вопросами, с какими идеями вообще к вам в клуб приходят? Что интересует современных жителей Гомеля в плане путешествий? Куда они хотят отправиться в путешествие? Куда хотят ехать? Да, ну, вот, все-таки же не даром к вам идут, чтобы было и дешево, и весело. Ну, вот у всех вопрос, всех волнует, сколько стоит. Ну, как дешево доехать, как, где дешево жить. Вообще, если скажем, ну, вот, а как вообще бесплатно ехать, а как жить, ну, вот такие вот вопросы. А вот самое такое популярное направление у нас, наверное, уже, я не знаю, встречи 3-4 было, вот, за этот сезон про Индию. И все приходят, и приходят, приходят, и приходят. В общем, все собираются в Индию ехать у нас. Хорошо, а кто же тогда останется здесь у нас, по родной стране? Давай продолжим этот разговор буквально через несколько мгновений. Мне подсказывают, нужно прерваться на рекламу, а дальше будем продолжать рассуждения на тему того, где же и как хорошо провести свой отпуск и куда отправиться в путешествие. Друзья мои, это программа «Добрый вечер», Гомель. Мы по-прежнему в прямом эфире, собираемся в поход. В общем, мы этим добрым вечером обсудили уже о мерах безопасности в лесу. Какие бывают походы? Что необходимо взять с собой? Какие можно устроить интересные развлечения походам формата в черте города, в пределах города? Но еще несколько вопросов у нас остались. Александр Соловьев, организатор Клуба позитивных путешествий, также с нами сегодня в гостях. Саша, я знаю, что, скажем так, с теми туристами, которые, скажем так, сторонники передвигаться автостопом, ты тоже знакома и не понаслышке. Расскажи, много в Гомеле таких людей, которые... Я их назову смелые люди, которые не боятся путешествовать автостопом. Ну, на самом деле, я удивилась, но в Гомеле много кто ездит автостопом. И много кто очень далеко ездит автостопом. Самое дальнее расстояние вот из тех, кого ты знаешь, можешь назвать? Тех, кого я знаю. Это там пределы страны дальше. Я знаю, в Европу ездил мальчик, вот к нам ходит. Ну, вот в сторону Байкала ездили, в Грузию. Саша, ты называешь, да. Ну, да. Ну, я себя и называю. Да, Саша, вот я знаю, что ты тоже, скажем так, профессиональный автостопщик. Профессиональный? Ну, ладно, профессиональный. Помнишь первый раз, когда передвигалась именно таким способом? Помню. Это было жутко. Жутко страшно было. Думаешь, садишься к людям, с ними надо разговаривать. Боже мой, о чем с ними разговаривать? Какие-то люди, вообще непонятно что. Но я ездила с мальчиком, и мне очень повезло, это он с ними разговаривал. Вот. А я тогда ездила. Ну, мне было очень интересно. Я ездила, и мне было так страшно с ними говорить. А теперь все нормально. Но здесь же есть один очень большой плюс, это бесплатно. Или все-таки нужно платить за оказанную автоуслугу? Нет, ну, это бесплатно. Ну, иногда некоторые, они останавливаются, и они сразу спрашивают. Ну, вот, к примеру, мы говорим, мы едем в сторону, там, Одесса или еще в какую-нибудь сторону. Они такие, а сколько денег дадите? Мы говорим, мы едем автостопом, мы там путешественники, оттуда-то, оттуда. Ну, как, можно рассчитаться семечками, к примеру, или конфетами? Ну, как бы у нас такого не было. Если мы говорим, ну, у нас бывало или уезжали, то, что не дают денег, или такие, о, клево, вы путешественники, садитесь там, и везли нас. Вот, как ты думаешь, люди, которые путешествуют автостопом, каждый сможет так же передвигаться? Или это все-таки нужно родиться с каким-то особым складом ума, с особым настроением, с особым позитивом, наверное? Нет, мне кажется, ну, передвигаться, наверное, сможет каждый, но, наверное, не всем стоит это делать. Потому что если кто-то, ну, я считаю, что вот если мы едем автостопом, то мы как-то общаемся с водителями. Вот я уже не боюсь с ними разговаривать, уже все нормально. А некоторые просто в это, получается, я ездила с девочкой, она садится и молчит, и вообще ничего с этим водителем не разговаривает, но это, получается, уже как-то не очень интересно. Это уже не автостоп, просто ей надо добраться из пункта А в пункт Б. Ну, это, наверное, какая-то уже даже неблагодарность со стороны передвигаемого. Да, да. Вот Дима рассказал, что есть и в интернете, и в соцсетях сообщества, даже те, кто путешествует, вот туристические маршруты в пределах города, они объединяются как-то и уже определяют, кто, когда, в каком составе, куда будет держать путь. Среди автостопщиков, например, нашего города, есть какое-то сообщество, которое делится мыслями, советами? Нашего города, наверное, нет. Ну, есть просто большое... Все поодиночке? Нет. Ну, ВКонтакте много групп, просто можно вести автостопы, там будет много-много групп, и там уже рассказывают, кто где был, там кто-то ищет попутчика, кто-то где был, ему понравилось, там рассказывают, как вот пройти, там, к примеру, в какой-то заповедник бесплатно, а как там вот на какую тропу лучше идти, по какой дороге ехать. В ВКонтакте можно просто вести слово автостоп, и много-много групп высвечивается. Друзья, времени все меньше и меньше, вопросов к окончанию эфира все больше и больше, но все-таки, я думаю, главный вопрос, какие основные правила не стоит забывать, собираясь и отправляясь в поход? Игорь, начнем... Рома, начнем с тебя. Что посоветуешь, что подскажешь? Ну, правил-то на самом деле может быть много, но из того, про что я бы хотел сказать, наверное, прежде чем мы куда-то собираемся, мы стараемся познакомиться заочно с тем местом, куда мы едем. То есть, если это другая страна, то какая-то культурные особенности, обычаи местные, потом особенности природы в той стране, потому что, опять же, про погоду говорили, прогноз погоды посмотреть не мешало бы, что нас там ждет, и сможем ли мы вообще ходить по горам, допустим, в Армении весной, потому что вот ребята собрались, поехали, а там снега вот так вот. Ну, вот они проходили не по горам, а вот по долинам. В итоге. Алина, несколько советов от тебя, и с дамской точки зрения в том числе. Ну, и с дамской точки зрения, наверное, все-таки обувь в первую очередь. Неужели каблуки или платформа? Нет, обязательно удобная обувь. Ну, конечно же, желательно без каблуков. Вот, хотя, ну, некоторые девушки, конечно, берут и на небольшой платформе, но это кому как уже удобнее. Вот. Ну, и платье не помешало бы, я так думаю, потому что если вот как Роман... Вдруг окажетесь в Салехарде. Нет, не обязательно в Салехарде. Вот если вот, как Роман говорит, какой-то культурный объект, то можно одеться в прекрасное платье и сделать пару красивых фото, чтобы это запомнилось, распечатать, поставить рамочку, например. Вот, то есть, ну, именно от женской стороны такой вот небольшой нюанс. Хорошо. Ну, а с практической точки, с практичной точки зрения, несколько правил перед тем, как отправляться в большой либо малый, но тур по ходу. Ну, вот Рома сказал, первое, это маршрут. Я бы, например, от тебя добавила, что это снаряжение, то есть по сезону. То есть, если это зимой, то соответствующая обязательно теплая одежда, обязательно хорошая непромокаемая обувь. Опять же, обувь, да. Если летом, обязательно дождевик, обязательно те же репелленты, без них никуда. Вот. Ну, это очень важно. И так же, как и палатки двухсловные, так же и наши спальные мешки. Все, без дырок, до саши, отремонтированные, починенные. Да, безусловно. Зимой, по сезону, заранее, да. Зимой, значит, теплые, летом можно и потоньше. Игорь Викторович, несколько ваших советов. Совет у меня, наверное, будет один, потому что говорить можно долго. Скажу коротко. Прежде чем идти в поход, и не только в поход, а на любое такое мероприятие, нужно подумать головой. И до того, как куда-то идти. То есть определиться для себя, ты турист-теоретик или ты турист-практик? Практик. Хочешь ли ты в этот поход? Пойдешь ли ты? Что ты там будешь делать? Что нужно делать, чтобы тебе было интересно, хорошо, безопасно? Но все это начинается сначала дома и начинается вот здесь. Отлично. Дима, несколько твоих советов. Тяжело что-то добавить после таких опытных туристов. Я думаю, что немаловажно, это, конечно, компания, с которой ты идешь. И если ты чего-то не знаешь или в этом плохо осведомлен, ну, может, есть смысл пойти с друзьями, с хорошими друзьями, которые в этом разбираются. Всегда можно найти информацию в интернете. Но если есть люди, которые уже в этом доке, возьмите их с собой или попроситесь к ним, они вас возьмут. Александра, ну, так как ты возглавляешь центр, который объединяет путешественников с позитивом путешествовать, несколько советов от тебя, как сделать путешествие, любое путешествие короткое или не очень позитивным? Я думаю, что все-таки надо отправляться с хорошим настроением, потому что... и не сомневаться в своих силах. Потому что если думаешь, что все, случится что-то страшное, то оно обязательно случится. Если так думаете, то лучше просто никуда не ехать. Поэтому надо быть настроенным на то, что все будет чудесно. Я благодарю вас за участие этим вечером в программе «Добрый вечер, Гомель» за полезные советы, интересные истории, интересные рассказы. Вам же, дорогие друзья, хочу сказать, что завтра будет новый вечер пятничный, про который сегодня уже наш друг Денис Кац исполнил песню и открыл этот вечер. Но завтра будет еще один вечер, он обязательно будет добрым. Ну, а также спешу напомнить, что ищите нас в соцсетях, подписывайтесь на наши группы, делитесь вашими эмоциями, впечатлениями, а также сообщайте нам, о чем бы вы еще хотели поговорить одним из добрых вечеров на телеканале «Беларусь». Этот же вечер у нас завершается. И, Денис, я предлагаю все-таки закончить этот вечер на музыкальной ноте. Что будешь исполнять? Песня называется «Флаг». А мы тебя поддержим аплодисментами. Поехали. Аплодисменты. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова